1 сентября, первый день осени. День знаний. Здравствуйте. С праздником вас в студии Евгений Макеевский. Мы готовы рассказать об этом дне сегодня. Смотрите в этом выпуске. Букеты, поздравления, первые уроки, первые знакомства. Тысячи первоклассников в области сегодня переступили пороги школ. На празднование Дня знаний в поселке Майском побывала Дарьян Киногенова. Специально коллекционная общеобразовательная школа-интернат первого вида сегодня открыла свои двери для особенных детей. Как готовились ко Дню знаний малыши и как оценивают новые учреждения? Педагоги и родители расскажут о новостях на Первом городском. В новый учебный год со спортом 29-я школа присоединилась сегодня к программе «Дети России образованные и здоровы». Какие виды спорта предстоит освоить школьникам и как прошло 1 сентября в северном районе города, выясняла Вера Кучеренко. Особенный день для педагогов, школьников и их родителей. 125 тысяч юных валахжан сегодня сели за парты. Причем 14 тысяч из них переступили пороги школ впервые. Новый учебный год по традиции начался с праздничных линеек в честь Дня знаний во всех учебных заведениях. Были в уже привычной программе изменения. Например, первый урок посвятили системе ГТО. А школа в Майском даже поменяла свое имя на праздники в поселке. Побывала Дарья Анфиногенова. Я даже уснуть ночью не могла. И только сон пришел, как мама разбудила в 6.30 утра природные кудри уложить, белоснежные банты повязать, туфельки начистить и проследить, чтобы на новом сарафане не складочки. Для Ирины вся эта утренняя церемония уже привычна до малейшей детали. Дочка младшая, пятая в семье. А для маленькой Ани все в нове. Еще и особенно ответственное дело поручили, как когда-то ее старшей сестре. Не спалось сегодня 14 тысячам первоклассников в области. Утро во всех школах в День знаний началось с праздничных линеек. В руках у малышей букеты, которые их чуть ли не перевешивают. Позади старшеклассники, нарочито серьезные бывалые школьники. А еще дальше растроганные родители. Они не скрывают эмоций. В первую очередь это для нас ответственность. Наши дети идут, как будут учиться, чего. Посмотрим. Очень переживаем. И вся семья переживает. Ребенок тоже. Но возрослел, конечно. Вырос уже. Даже он, наверное, более уверен, чем мы. Вспоминается, конечно, свой первый класс, как это все было. А было похоже. Новые лица вокруг. Стихи и песни от малышей и старших учеников на осеннем дворе. Тот самый звонок в руках первоклассники. Поздравления от руководства школы и от представителей власти. В школе в Майском сегодня особый гость. Глава региона впервые приехал на 1 сентября в поселок. Наши школы вошли, пять школ вошли в топ-100 лучших школ Российской Федерации. Три сельских школы вошли в топ-200 лучших школ России. И я поздравляю вас с тем, что наша майская школа вошла в число лучших школ Российской Федерации. За место в почетном рейтинге школ, занимающихся патриотическим воспитанием, учреждению сегодня вручили медаль. Наградили и победителей акции «Моя Родина Вологодчина». Еще важное событие – торжественное открытие двух памятных досок на стене школы. Героям Советского Союза Александру Панкратову и Анатолию Маракасову. У нас в школе уже давно существует клуб память. Ребята поднимали архивные справки, находили и встречались с родственниками. И вот в результате большой работы, система, которая сложилась у нас, у нас сегодня произошло открытие доски. Учреждению теперь присвоено имя Александра Панкратова. После линейки первоклассники разошлись по своим кабинетам, знакомятся с первыми учителями, одноклассниками, самой школой. А остальные ученики оперативно переоделись и отправились на стадион. Мы сегодня проводим урок в ГТО. У нас сегодня кросс идет, мальчики сдают подтягивания и футбол. Урок на тему ГТО прошел во всех школах новшества этого года. Но пока только постепенная подготовка. Нормативы ученики будут сдавать с 2017-го. Так что сегодняшние первоклассники, когда закончат школы, уже будут обладателями значков «Готов к труду и обороне». Спорту и здоровому образу жизни была посвящена торжественная линейка и в 20-й школе Череповца. Одним из первых с Днем знаний учеников поздравил председатель областного парламента Георгий Шевцов. Здорово, что сделали у школы стадион. Я надеюсь, что он будет местом, где ребята будут получать здоровье. И не случайно первый урок, который проходит во всей стране, это урок, посвященный ГТО. Модно сегодня быть умным и здоровым. Этого я и всем желаю. Также Георгий Шевцов посоветовал родителям первоклашек чаще приходить в школу, общаться с учителями и интересоваться успехами ребенка. А тех, кто непосредственно участвует в образовании школьников, председатель ЗАГС собрания поблагодарил лично. Парламентарий вручил педагогам благодарственные письма. Особый презент получили и школьники. Это футбольные и волейбольные мячи. Георгий Шевцов уверен, что этот спортивный инвентарь привлечет молодежь к здоровому образу жизни. И новый стадион около школы никогда не будет пустовать. Ответное слово дали и главным героям праздника. Ребята подготовили стихи, песни и цветы. После торжественной части председатель ЗСО вместе с волейболисткой из команды «Северянка» провел для первоклашек урок, посвященный комплексу ГТО. Всем известно, что в России дети стали менее физически развиты. Очень много болеют дети. Из выпускников, наверное, одна треть выходит здоровых детей без каких-то хронических болезней. И я так понимаю, что норма ГТО нужна для того, чтобы поднять здоровье страны, поднять здоровье детей. Здоровьем детей займутся в Тефлоцентре и школе-интернате для слабослышащих детей. Теперь эти учреждения находятся под одной крышей. После ремонта и реорганизации двери нового учебного заведения открылись сегодня, в День знаний. Из 65 учеников, 5 зашкольные парты сели впервые. Как отнеслись к оптимизации родителей, и о чем думают первоклашки, расскажет Татьяна Жданова. 65 мальчишек и девчонок. Красивые, счастливые. Для них начало учебного года праздник особенный, а в центре внимания сегодня первоклашки. Педагоги и ребята постарше для малышей устроили настоящий праздник. Пусть ходят голуби по крышам, пусть стоят в небе журавли, пусть будет мир, он так нам нужен, и нужен людям всей семьи. Особенным стало и само здание. С этого года под одной крышей будут учиться больше сотни ребят из детского сада номер 58 и школы-интерната. Я очень надеюсь, что деткам, как детского сада, так и начальной школы будет здесь комфортно. Я прошла сейчас по светлым кабинетам, мебель новая, наглядное пособие новое. Все, что просили перенести с того детского сада, все перенесено. То, что было детям дорого. Сделан очень большой объем работы, начиная от благоустройства участков, формирования всего веранды, малые формы. Кроме того, ремонт групп дошкольных учреждений, ремонт классов. Частичное оборудование, оно еще будет поступать в рамках программы «Доступная среда». Здесь в основном на ремонтные работы были затрачены средства городского бюджета. Это порядка 8 миллионов. Процесс объединения двух учреждений уже не вызывает столько вопросов, как раньше, замечают педагоги. То, что учреждение изменилось в лучшую сторону, заметили и родители. Все необычно, конечно, все красиво, уютно. Непривычно, что очень мало детей. В первоклассе всего 5 человек. Ну, а так в целом, ребенок хотел в школу. За новую парту сегодня сел первоклассник Никита. Пока он не успел познакомиться с ребятами, но все впереди. Свободно от учебы время мальчик со своими новыми друзьями планирует играть в футбол во дворе школы. Я не буду вранничать. Я буду кушать. Хорошо себя вести. Сегодня первый учебный день. Сегодня для детей и педагогов нашей школы праздник. Первый пройдет это урок-урок мира. После урока наши дети пойдут на праздничные игровые программы в парке и дворце культуры города Череповца. Тем временем у самых маленьких своя программа и свои новые оборудованные классы. Пока в группах не так много человек, говорят воспитатели, но для каждого найдется занятие по душе. А самое главное – места хватит всем. По мнению специалистов, в одном здании, под одной крышей, ребята, родители и педагоги станут одной большой и дружной семьей. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, Новости. Методы обучения в школах Вологодчина должны совершенствоваться к этому на торжественных линейках. В 7-й и 31-й школах Череповца призвали заместитель председателя ЗСУ Алексей Канаев и первый замгубернатор Алексей Шерлыгин. Вице-спикер ЗАГС Собрания области хорошо знаком с 7-й школой. Первый звонок здесь сегодня прозвучал для 96 первоклашек. Вместе с родителями и педагогами Алексей Канаев пожелал ребятам получать только хорошие отметки и относиться с уважением к труду учителей. В Даршкольной библиотеке депутат преподнес несколько книг, в том числе о жизни героев Вологодчины. Эти же издания директору 31-й школы вручил Алексей Шерлыгин. Как отметили представители исполнительной и законодательной власти региона, от условий, которые созданы в учебных заведениях, зависит качество образования. Мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы дети чувствовали себя комфортно в школе, чтобы школы ни в чем не нуждались, чтобы коллективы комфортно работали, чтобы методы обучения совершенствовались. Ну и с тем, чтобы детство было настоящим, солнечным, ярким, радостным. Мы знаем, что в школе закладывается основа, основа будущего гражданина, основа патриотического воспитания, знаний, основа жизни в коллективе. И для нас очень важно, что наша 31-я школа год от года становится все лучше и краше. Спортивным обещают быть новый учебный год для учащихся 29-й школы. Сегодня она присоединилась к движению «Дрост» «Дети России образованы и здоровы». Теперь при поддержке компании «Фосагра» с ребятами будут заниматься профессиональные тренеры. Какие еще подарки получили школяры от химиков и как прошел День знаний в Северном районе, расскажет Вера Кучеренко. «Целый год мне школа снилась и не мог дождаться я, как сажу в портфеле, книжки и пуфе схожу, друзья». 91-го классика, с ними мамы, папы, бабушки, дедушки. К первому сентября они готовились, кажется, больше, чем сами новоиспеченные школьники. «Очень основательно и серьезно. Оббегали все магазины и подготовили все, чем очень замечательно». И вот первый звонок и первые напутственные слова, в том числе от новых друзей компании «Фосагра». «У нас есть предложение к коллективу школы, учителям, родителям, учащимся. Давайте вместе дружить. Если вы не откажетесь, мы вам будем помогать словом, делом, а иногда и рублем. За эти два месяца мы уже кое-чего сделали. Сделали спортивный класс для малышей». Со спортом у «Фосагра» особые отношения. Сегодня 29-я школа присоединилась к специальной программе «Дети России образованы и здоровы», а проще «Дрост», которая реализуется при поддержке компании «Фосагра». «Желаю, чтобы вы влились в наш процесс спортивный и образовательный, чтобы мы соединились в единое целое и чтобы достигли наивысших результатов в спорте и в знаниях». Теперь с ребятами из 29-й школы будут работать профессиональные тренеры по художественной гимнастике, волейболу, баскетболу, борьбе. И это не последний подарок школьникам от химиков. В ближайшее время приведут в порядок школьное крыльцо. «Мы не боимся никаких преград и сможем их легко преодолеть. Наш коллектив сотрудничеству рад. С «Фосагра» сможем все успеть». Именно на такую молодежь «Фосагра» рассчитывает в будущем, а нынешним первоклассникам еще предстоит освоиться в новой для себя роли. Хотя то, что учиться ребятам предстоит не только 1 сентября, малыши уже знают. «Откуда вы знаете-то? А я думал только 1 сентября, а там уже все опять. Ну-ка, скажи мне, пожалуйста». «Потому что когда мы пришли сюда первый раз, надо учиться, пока мы не закончим 11 класс». Вера Кучеренко, Анатолий Холин, Новости. К теме праздника мы еще вернемся. Вот еще о чем мы сможем вам рассказать сегодня. Не добрался до пункта назначения. В Череповце судебные приставы арестовали автомобиль должника. Машину в транспортном потоке обнаружили сотрудники ГИБДД. Веселые игры, спортивные конкурсы, сказочные герои. Все это можно было увидеть в парке Ленинского комсомола. На празднике в честь Дня Знаний побывала Анастасия Хаткова. Хоккейная Северсталь на своем льду не смогла одолеть петербургский СКА. Чемпион КХЛ одержал верх над череповчанами. Итак, об этом и многом другом, а также о празднике первого сентября во второй части выпуска. Инвестстройзаказчик. Долевое строительство квартир на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка до ввода объекта. Индивидуальный подход каждому дольщику. Подробности по телефону 24 78 15 1 майская 45. Поиск Бегам активирован. Дрель дешево. Поиск выполнен. Аккумулятор на дрель-шуруповерт Бош. Всего 5 890 рублей. Подробности на сайте бегам.ру Куртки, пальто, пуховики раздаем за копейки. Оптовые ярмарки в России. С 7 по 13 сентября ДК Амафос. Все для водоснабжения и отопления вы найдете в магазинах H2O. Котлы, насосы, водонагреватели, счетчики воды и многое другое по очень низким ценам. H2O. Подробности. Череповец. Победы 93Б. Восьмой сезон континентальной хоккейной лиги в Череповце. И наша команда начинает свой боевой поход за Кубком Гагарина. 2 сентября Череповецкая Северсталь принимает Нижегородская торпеда. Начало матча в 19.30. Дай волю эмоциям. Болей за наших. Без возрастных ограничений. Алло, это магазин инженерной сантехники «Сантехника Люкс». Да, мы открылись в Череповце. На Октябрьском 49, дробь 1. У вас радиаторы есть? Есть. Очень большой ассортимент. А еще насосы, водонагреватели, счетчики воды, трубы и смесители. И все по очень хорошим ценам. «Сантехника Люкс». Выбор на 100%. Это новости на Первом городском. Мы продолжали. Забрали транспорт. За нежелание платить сотрудники отдела розыска ГИБДД сегодня вновь задержали должника. Осуществлял работу по обеспечению безопасности дорожного движения на перекрестке улицы Металлургов и Гагарина. Была ориентировка дана от судебных приставов. По данной ориентировке была задержана автомобильная машина «ФИАТ». Машина была передана судебным приставом. По словам судебных приставов, владелец задержанной сегодня машины задолжал более 240 тысяч рублей. Это налоги, отчисления в пенсионный фонд, штрафы ГИБДД. Задолженность за мужчину числится с 2010 года. И, как говорят специалисты, водитель не пытался вернуть деньги. В настоящее время ему было предложено оплатить задолженность на месте, чего он не сделал. Соответственно, сейчас оставляем акт описи ареста и изъятия транспортного средства с помещением на спецстоянку. У него будет 10 дней, чтобы погасить свою задолженность и забрать свое транспортное средство. Главные городские часы на камерном театре остановились. Это заметили бдительные череповчане и сообщили в редакцию канала «12». В театре о проблеме знают. И, как сообщил сегодня директор учреждения культуры Леонид Лавров, часовой механизм планируют ремонтировать. Речь идет о тех часах, которые смотрят в сторону Советского проспекта. На двух других двигатели уже ремонтировали в течение этого лета. Как пояснил Леонид Лавров, часовой механизм очень быстро приходит в негодность. Башни открыты, и в двигатель попадает влага. К слову, с 2007 года момент запуска часов у них приходилось чинить уже несколько раз. Ожидается, что городской хронометр запустят в течение сентября. А на ремонт закрылся и Парк Победы. Плановые работы продлятся до конца сентября. Специалисты укрепляют площадки под танком и автомобилем «ГАЗ». Дело в том, что из-за дождей грунт может быть размыт, и это будет угрожать безопасности посетителей. Чтобы исключить возможность несчастного случая, доступ к боевой технике будет ограничен. На пути особо любопытных горожан окажутся граждения. Работы в Парке Победы уже начались. Работы планируется завершить до 10 сентября. В дальнейшем, в конце сентября, планируется сделать ограждение единиц боевой техники. Также в течение ближайшего месяца будет установлена система видеонаблюдения в парке. И снова к главному событию сегодняшнего дня. 1 сентября, День знаний, сегодня по-настоящему широко отмечается в Череповце. Канал 12 стал одним из организаторов театрализованного праздника в парке Ленинского комсомола. Окунуться в теплую атмосферу праздника горожанам помогали сказочные герои и творческие коллективы города. Подробности у Анастасии Хатковой. Маленький Данил пойдет в школу еще не скоро, но же вместе с мамой и старшей сестрой празднует День знаний и даже выигрывает в конкурсах. Мы здесь оказались случайно, проходили мимо, услышали музыку, громкий смех и зашли на праздник. Веселая музыка и хорошее настроение. Главные атрибуты праздника от А до Я, так его назвали организаторы. Журналисты медиа-центра и сотрудники Дома музыки и кино «Комсомолец» решили перед началом учебного года устроить праздник для юных череповчан. Мы открыли свою интересную школу, в которой ребята могут сходить на уроки, но не получить домашнего задания, а вместо отметок получить призы. И все это предоставила наша очень инициативная группа. Первый день осени традиционно сопровождается цветами, торжественными линейками и знакомством с учителями. Отдохнуть после первого дня в школе ребятам помогли сказочная Мальвина и творческие коллективы города Череповца. Вместе с родителями дети отгадывали загадки, водили хороводы, рисовали на асфальте, танцевали и пели. Сегодня нам очень повезло с погодой, и мы рады, что наша станция состоялась. Мы благодарим наших читателей за то, что они пришли. Сегодня со всех сцен города звучали поздравительные речи и напутственные слова в адрес шкалеров. На празднике в Комсомольском парке ребятам пожелали получать хорошие оценки и удовольствие от учебы. Поскольку сегодня первый школьный день, а впереди долгие-долгие годы учебы, и нужно сидеть на уроках, когда хочется повеселиться, порезвиться. Что я хочу сказать всем школьникам? Я хочу сказать всем школьникам, в первую очередь учите уроки, чтобы освободить как можно больше времени для встречи со школьными друзьями и всевозможными праздниками. Впереди ребят ждет очень важный этап в жизни, полный ярких впечатлений. Школьная пора откроет для них новые двери. Но этот день они запомнят надолго. Анастасия Хаткова, Егор Плюснин. Новости. Полторы тысячи первокурсников стали сегодня студентами Череповецкого государственного университета. Будущие учителя, журналисты, физики и математики получили студенческие билеты во время торжественной церемонии на площади металлургов. Уважаемые первокурсники! Впереди у вас несколько трудных, но, по-моему, самых замечательных лет вашей жизни. Цените это время. Постарайтесь использовать ее с максимальной пользой. Из трех тысяч желающих поступить в ЧГУ отбор прошла половина. Причем среди абитуриентов были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и других городов России, а также иностранцы, граждане Украины, Индонезии и Армении. Новоиспеченных студентов сегодня поздравили с началом нового этапа в жизни. Студенческие билеты новобранцы получили из рук кураторов группы заведующих кафедр вуза. После торжественной церемонии на сцене выступили творческие коллективы. В ближайшие годы новоиспеченным студентам предстоит посвятить учебе в Череповецком госуниверситете. Я выбрала педагогику русской литературы, потому что всегда любила русский язык и считаю, что сейчас знать русский язык очень важно. Я выбрал ЧГУ, потому что вся моя семья каким-либо образом связана в ЧГУ. Моя прабабушка там преподавала, и мама и бабушка также заканчивали его. Нам нравится, что ЧГУ находится рядом с домом, а потом мы пойдем работать в свою родную школу. В этом году необыкновенный подъем на радиофизику и другие технические специальности. Значит, ребята верят в наше будущее. Спасибо, что поступили. Всех с праздником! В Шексне, подаренные школьниками цветы, оказались на помойке. Журналисты районной газеты «Звезда» обратились за разъяснениями к директору учебного заведения и выяснили, что технические работники решили навести порядок на вверенной территории и вместе с мусором выбросили все букеты, которые учителя не успели занести в классы. Директор школы принес извинения родителям и сообщил, что провинившимся сотрудникам приняли меры воспитательного характера. Резиденция Санта-Клауса в Лапландии просрочила налоговые платежи на общую сумму 206 тысяч евро. Эксперты считают, что падение доходов компании напрямую связано с оттоком российских туристов. При этом, несмотря на кризисные явления, проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза» продолжает развиваться. К зимнему волшебнику приезжают гости из разных регионов страны. Это более 200 тысяч человек в год. А планируется увеличение туристического потока до полумиллиона человек. Ожидается, что поток российских и зарубежных туристов, которые не смогут посетить Санта-Клауса ввиду его возможного банкротства, развернется в сторону Великого Устюга. У нас не было ни одного дня, чтобы у нас не было гостей в Тони Деда Мороза. То есть мы выиграем за счет того, что у нас круглогодичный проект. И он в любой сезон интересен, поскольку мы проводим очень много мероприятий, фестивалей, праздников разного уровня, международных, межрегиональных, всероссийских. И в завершение о спорте. Хоккейная команда «Северсталь» не смогла порадовать болельщиков в матче открытия сезона в Череповце. Действующий обладатель Кубка Гагарина Петербургский СКА оказался сильнее. Подробности в репортаже Владимира Сентябрева. Первый же матч в Череповце в этом сезоне собрал аншлаг. Это неудивительно, так как болельщики могли впервые увидеть обновленную череповецкую команду, а соперником был один из сильнейших клубов лиги. И он это сразу подтвердил делом, обрушив шквал атак на ворота «Северстали». И уже на третьей минуте после броска Антона Бурдасова не смог выручить свою команду Якуб Штепанок. Только во втором периоде череповчане смогли выровнять игру, но не счет. Несколько созданных голевых моментов хоккеисты «Северстали» не использовали. Самый явный шанс предоставился уже в третьем периоде лучшему бомбардиру прошлого сезона Дмитрию Когорлицкому. Но выход один на один с фронтарем он не реализовал. А вот армейцы использовали свое численное большинство. Отличился бывший череповчанин Максим Чудинов. А пас ему отдал другой бывший лидер «Северстали» Вадим Шипачев, у которого в этот день родилась дочка. Первое хочу поздравить, наверное, Вадима Шипачева с рождением дочери. Что мне сегодня понравилось, ребята сплотились. Крайли сегодня попросил сыграть их как одна семья. Играли друг за друга. Игра была тяжелая, до конца не было понятно, какой будет счет. Сплотиться армейцам пришлось после того, как из-за травмы надолго выбыл из строя их капитан. Илья Ковальчук. Но в «СКА» есть те, кто может его заменить. Вот и бывший капитан «Северстали» Евгений Кетов сказал свое слово, отправив в третью шайбу ворота хозяев льда. В итоге 0-3 поражение череповецкого клуба. Ну, вышли, я считаю, не готовы к игре. Провалили полностью матч. «СКА» был везде быстрее. Победил заслуженно. Первый домашний матч хотели показать, что будем играть на 100%. Знали, что будет тяжелая игра против «СКА». Но было видно уже в первом периоде, что «СКА» очень-очень хорошо приготовлено. Движение там было на большой скорости. Мы с этим у нас были с этими проблемами. Переживать череповчанам некогда. Уже в среду «Северсталь» проведет очередной матч на своей площадке. Соперник – Нижегородская торпеда. Прямую трансляцию этого матча смотрите на нашем канале. Владимир Сентябрёв, Иван Цветков. Новости. Сейчас полезная рекламная информация. Затем смотрите прогноз погоды. И сразу после него не пропустите три сериала «Химик», «Анатомия страсти» и «Российский детектив Черчилль». Я прощаюсь с вами. Поздравляю еще раз вас с первым сентября. И до лета осталось 274 дня. Взять уроки у этого необычного танцора теперь можете и вы. Это один из экспонатов, недавно открывшийся в Череповце выставки робототехника «Эволюция». Собачку-робота можно погладить. Кстати, этот удивительный щенок выполняет команды и обладает своим характером. И вообще здесь все экспонаты по своим функциям иногда повергают в шок. Так, например, сервисные роботы Даша и ее брат Богдан, по словам сотрудников, могут иногда даже переговариваться между собой. Роботы отвечают на вопросы, рассказывают анекдоты, играют в теннис, моют окна и даже могут убрать за вашей кошкой. Вот этот экспонат позволяет, вопреки законам гравитации, управлять шариком только силой мысли. В виртуальное путешествие отправляемся всего лишь надев специальный шлем. А для малышей особое развлечение – 3D-ручка. Любую поделку можно смоделировать с ее помощью за считанные минуты. В специальном павильоне демонстрируются панорамные фильмы московского планетария. Выставка «Эволюция» открыта с 10 до 21 часа и проработает в нашем городе до 8 ноября. Ждем вас в ТРЦ «Июнь» 3 этаж.